Владимир Владимирович, сегодня вы приехали из города Назарова. Цель вашего визита, депутат городского совета Красноярска, что делает в городе Назарова? Я приехал с коллегами, нашей партии. Цель простая, что проходят выборы, по большому счету я как наблюдатель, потому что я не участвую, участвуют партии, участвуют наши кобедаты, которые мы приехали поддержать и посмотреть, что происходит. Вы наблюдатель официальный или, скажем, такой внегласный? Нет, не то что официальный, просто я приехал с коллегами. По партийной линии? Да. То есть с партии Патриоты России, соответственно. Ну и что вы видели уже? Я знаю, что пообщались с Назаровцами и на участках побывали. Ваше мнение? Пока общая картина, конечно, такая складывается не очень радостная, скажем, для нас всех, для всего нашего края, это в целом картина, возможно, для всей России. И люди, конечно, недовольны тем, что много проблем, и они, конечно, отражаются на их кошельке. То есть нет работы, это, наверное, основная проблема. Не развивается малый бизнес и средний, там, любой бизнес. То есть нет инвестиций, это, наверное, вторая проблема. И отсюда следствие того, что нет работы. И не обвиняют власть, естественно, тех, что вот они вот сидят, где-то по кругу, они как бы неугодник снимают. Вроде пришел новый руководитель, но у него не было как бы большинства. Вот ее как бы съели, как народ выражается, не дали работать. И опять пытаются навязать, как бы, партию власти своих людей, своих депутатов, которые, как бы, ну, будут продолжать, как они выражаются, просто сидеть и ничего не делать. Потому что, говорит, вот такое имеет право депутат, которому всего 2% отдано было голосов, решать судьбу избранного мэра. Поднажилище нам заявляло, и это здесь по социальной сети мы выложим. Ну, на самом деле, удивительно. Какие, вот вы уже достаточно опытный политик, уже не первые выборы у вас. Какой прогноз, по вашим ощущениям? Ну, прогноз простой. То есть, судя по тому, что применяется здесь технология обкатанная, очень простая технология, на самом деле. То есть, административный ресурс, вот даже видно невооруженным глазом, глядя просто на витрины там магазинов, ну, каких-то предприятий, что агентационные плакаты, они не сняты, кстати. Не снят только кандидаты в единороссии. Никаких в жизни больше нет. Все, это облеплено, у тебя по центру прошел везде, не надо дальше ходить. Второе. С людьми поговорил, говорят, что были объявления, работа всем, работа всем. То есть, естественно, люди звонят. Оказывается, эта работа, это покупка голосов. Ну, не знаю, мы это бы пока не доказали, не, скажем, не нашли тех людей. Хотя бы, Дмитрий Павлович нашел такого человека, кто за деньги проголосовал и обосновал, почему он это сделал. Но из разговоров, и это массово, то есть, явно, это есть, вот эта технология работает. И еще одна технология, которая работает, как я понял, это подвоз пенсионеров. То есть, молодые люди привозят пенсионеров, скорее всего, тоже, как бы, таким образом помогают, как бы, в нужной партии набрать голоса. Это, конечно, нечестная борьба, это неправильно, на мой взгляд. И, как бы, технологиями, такими технологиями добиваются, как бы, нужного результата партии власти. Из, как бы, еще из минусов, которые можно, как бы, сказать, о которых даже можно сказать, ну, наверное, все-таки, это то, что обещания, которые давались много лет назад теми депутатами, кто сидит уже второй, третий срок, как люди говорят, это не просто не выполняется. То есть, по сути, тупо, как бы, люди опять заявляются, идут, хотя ничего не сделали. Ну, и понятно, что сделать невозможно ничего, потому что экономика не работает. То есть, здесь надо идти выше, то есть, разбираться с руководителями, с городскими, и, возможно, с краевыми, потому что, почему они тоже приезжают, заявляют какие-то всякие слова, какие-то обещания дают, и вот это ничего не происходит. Ну, вы в город Назарово приехали еще вчера. Как впечатление о городе, внешне, внутренне? Понравился ли вам город Назарово? Ну, Назарово я был один раз, честно сказать, и давным-давно проездом просто заезжал посмотреть. Ну, что я могу сказать? Первое впечатление после федеральной дороги, которая идет в город Канск, когда поворачиваешься на Назарово, конечно, дорога резко меняющая, происходит резкий контраст. То есть, по сути, заплата на заплате. И, в принципе, и в самом городе такая же картина. Сейчас я был на рынке и общался там на остановке, на самом рынке с жителями. И они там в один голос говорят, говорит, зайдите во дворы, посмотрите, что у нас во дворах творится, и так далее. Транспорт посмотрите. Ну, честно скажу, что город Назарово не одинок, довольно много есть же, как бы, по Сибири, мест в Москву во внимание не берем. Но, на самом деле, ситуации практически здесь одинаковые. То есть, это нет производства, отсюда нет рабочих мест, сельское хозяйство в упадке, воровство. Есть всевозможные такие негативные вещи. И, в принципе, отъезд молодежи куда-то уезжает, все уезжает. И это связано, естественно, с тем, что с неведомостью в завтрашнем дне и нестабильностью именно на родной земле. Это, мне кажется, очень плохо. Дмитрий Владимирович, ну, давайте перейдем к более вашему родному городу Красноярску. Сегодня город тоже в непростой политической ситуации. Вы подходите к выборам конкурсу на пост главы города. Уже партия власти завела своего кандидата, Эдхам Шукриевича Акбалатова. Будет ли партия Патриоты России кого-то выставлять, если вам об этом известно, и вообще ваше видение? Знаете, мне несколько раз задавали корреспондентный вопрос, идете ли вы на выборы. Почему-то решили, что я должен идти на выборы. Я, естественно, говорил, что если меня будут выставлять, я пойду. Естественно, это, скажем, вопрос решен лично мной. Но пока наша партия не считает, нужно выставлять кандидата. Я не знаю, какая причина. Но, соответственно, причина простая, что все уже решено. И поэтому, как бы, вклиниться сюда нам, как говорится, может быть, даже и с благими намерениями, но совершенно не получится. И эти мысли уже выставили не только наши партии, но и другие партии. И, скорее всего, так и произойдет. Потому что говорят разные сценарии. Что, типа, вот Итхам Шукриевич, ему там какую-то девочку поставят для видимости, что вот, и он победит. Ну, я ничего, как бы, не имею против Итхам Шукриевича лично. Но против, возможно, того, что происходит, в принципе, также в городе Назаров, потому что вот контроля нет. То есть это, наверное, основная наша беда. Что нет жесткого контроля за теми иными действиями различных структур. То есть начиная медицина, там, строительство, ЖКХ и так далее. А люди хотят, чтобы он был жесткий, чтобы делалось все качественно. И, естественно, этим должен заниматься, я думаю, глава города. Это была самая древняя обязанность. Владимир Владимирович, но все равно итоговое слово за депутатами городского совета. Вы тоже являетесь, соответственно, депутатом, общаетесь с своими коллегами. И сейчас происходит все равно такое перераспределение сил. Определенный, там, скажем так, вес занял Владимир Егоров в городском совете. И речь идет о том, что у Итхам Шукриевича-то нет большинства пока, по крайней мере. Вчера мне сказали, что все-таки заявляется Владимир Егоров, потом от справедливого России, как эта женщина, якобы из Лиссибирска. Возможно, она и будет тот, как бы, скажем, человек, женщина, которая, как бы, будет противостоять. Там Шукриевич, по сценарию, который уже, как бы, есть и который мне рассказывает. Кто-то еще, ну, возможно, кто-то, потому что кто-то еще будет. Потому что буквально сегодня мне сказали, что вроде бы это хотят уже перенести на ноябрь. То есть все эти, условно, скажем, выборы, ну, конечно, в кавычках можно назвать, потому что, в принципе, депутаты, которые находятся в городском совете, они, естественно, подвержены, скажем, некоторым соблазнам, либо, как это назвать по-другому, зависимые, так можно сказать. Потому что кому-то назначили, то есть выдали должности какие-то, назначили руководящие должности там в разные муниципальные предприятия, кто-то еще там какими-то путями, с кем-то другие ведутся переговоры, как мне один депутат рассказывал, типа, вот мне дадим разрешение на строительство, пока там, типа, не увидим нужного результата. Но, в принципе, не совсем правильно, такое давление, и мне кажется, это, ну, как бы, подло и некрасиво. Владимир Владимирович, и тогда давайте еще поговорим про фракцию патриотов России, которых сегодня в городском совете становится все меньше и меньше. Вы свою судьбу в патриотах России дальше, насколько еще видите, длительной по времени. Нет планов покинуть тоже фракцию? Ну, как минимум до конца депутатского срока, который, в принципе, заканчивается через год. Через год будут новые выборы. Городской совет, конечно, мне предложили участвовать в новых выборах. Я сказал, ну, теоретический спирт, партия готова, как бы, видит во мне, как бы, нужную готовку. Потому что менять, как бы, конец на переправе не совсем правильно, я считаю. И поступать так, как некоторые поступают, ну, это, наверное, подло все-таки, некрасиво. Потому что те причины, которые я слышал от тех людей, которые пришли с партии, скажем, ну, выбрались, выбрались депутатами, и они называют причины, ну, это, мне кажется, очень, очень некрасиво и подло. Владимир Владимирович, а сами-то не боитесь, что наступит рано или поздно тот момент, когда для Анатолия Петровича вы тоже станете врагом, предателем, и каким-то вашим действием он даст оценку вот именно таким образом? Вы знаете, я об этом не думал тоже, и это, Анатолий Петрович, надо решать. Я, как бы, не считаю себя, как бы, таким человеком, который что-то плохое сделал Анатолию Петровичу. То есть я стараюсь быть самим собой, в первую очередь, и жить по совести. И возможность-таки Анатолий Петрович стоит цене, потому что я ничего не прошу ни у кого, ни у него в том числе, не поступаю подло, как многие, которые клялись при мне, и сам присутствовал, хвалили, там, Анатолий Петрович очень хороший, клялись в преданности, в верности, а вот на какие-то печенюшки, там, как их называют, мы так скромно купились, наверное, это не очень хорошо, и не было. Сегодня бытует мнение, что уже конкретно идет закат политической карьеры Анатолия Петровича Быкова. Возможно, связано с введением фильтра, и он не смог участвовать в выборах. Вот, возможно, с тем, что вот каждый раз, когда проходят его люди на выборах, потом случается ситуация, что становится все меньше. Вот вы как считаете? Ну, я считаю, я... Ваше мнение? Ну, глядя как бы со стороны, и сейчас вот находясь в парке, мое такое ощущение, я даже убежден в том, что партия власти прикладывает все возможные силы, все возможные силы, ресурсы для того, чтобы все-таки закатать в асфальт Анатолия Петровича вместе с патриотами России. И для этого как бы и создаются информационные всякие такие вбросы в плане, что закат и так далее. Да, есть проблема, что был принят закон, и Анатолий Петрович, к сожалению, попал под этот закон. Но я думаю, что он вернется, потому что он еще молодой, полон сил, ему люди доверяют и верят. И однажды я нашел фотографию, где написано, я вернусь, и я думаю, это произойдет в ближайшее время. То есть это как бы, скажем так, какая-то пауза в политической жизни непосредственно Анатолия Петровича, но он в политике будет? Да, но я думаю, это вынужденная пауза, но, вы знаете, он не выбыл из политики полностью, он все-таки на всех мероприятиях присутствует, постоянно проводит какие-то благотворительные, скажем, очень много происходит тоже, ну, я называю события, потому что это события, что-таки, потому что для ветеранов, для молодежи, для инвалидов, для такой категории, для социальной, скажем, ну, неблагополучной категории в наше время, в нашей стране сейчас упоминают. Он делает всевозможные вещи, это, наверное, дорогого стоит, и об этом все знают, и, допустим, ну, мы поддерживаем, но я, конечно, не о том, потому что уже что-то пытаюсь в свою возможность сделать, и я думаю, что люди это оценят, и самое главное, что они делают это искренне, то я, как бы, какой-то там фига за пазухой, да, как некоторые делают, обещают, что-то говорят, красивые слова, а в итоге оказывается все наоборот. Владимир Владимирович, ну, тогда задам еще вопрос. Анатолий Петрович, для вас кто? Товарищ, политический лидер, там, ну, как вы его статус в своей жизни определили бы? Ну, знаете, Анатолий Петрович, для меня прежде всего земляк, потому что я его узнал только вот, когда пошел на выборы. Из-за этого мы встречались один либо два раза, и по таким, по обыденным вещам, на спортивных соревнованиях. Один раз все лишь разговаривали, как бы, ну, рядом вроде бы жили, ходили там, и, то самое, росли, но так получилось. Вот только на выборах я с ним близко, скажем так, стал общаться, и понял его, и у нас были, конечно, поначалу какие-то трения, недопонимания друг друга, ну, там, на большей части с моей стороны, потому что я, как бы, в болельнике не так давно, он уже столько лет, и он понимает, конечно, намного больше, как семья, и многие из нашей команды, и, конечно, он мне подсказывал, учил, где-то даже, может быть, и был недоволен, что я так поступил, но в целом, я, конечно, учусь, и надеюсь, что я хорошо учусь, и мы с ним, возможно, пойдем дальше. Смотрите, вот сегодня вы говорите о том, что вы готовы идти на пост головы города, если, соответственно, партия вас об этом попросит, вы готовы принимать участие в следующих выборах депутатов городского совета. Не боитесь, что у вас дальше будут возникать проблемы с бизнесом, и вы потеряете его совсем из-за этого? Ну, знаете, если бы я боялся, я бы уже давно там побежал в Единую Россию, просился еще что-то, мне не так давно там один заместитель главы города стал, вот единственный депутат, который ничего не просит, вот у него там все плохо, но он не просит, ничего не бегает. Я, честно говоря, не придал вначале этому значения, как бы, этим словам, а потом уже через какое-то время понял, да, ну, проблемы, которые возникают, и, конечно, нужно решать, скажем, ну, бескровным путем, это очень важно. И все-таки из этого не всегда есть выход, потому что воевать там с властью, у меня не было цели, я не воюю с властью, если, может, кто-то не так понял, я просто называю вещи своими, скажем, своими именами, как оно есть. Если я разговариваю с людьми, я разговариваю с ними открыто, и не боясь, как бы, говорить, что это плохо, а это хорошо. Почему? К сожалению, многие, как бы, представители нашей власти пытаются плохие вещи, как бы, убрать в сторону, сделать красивую картинку, хотя это не совсем так. Как я уже сказал, сейчас женщина сказала, зайдите в адрес, посмотрите, что во дворе творится. В принципе, это работа главы города. Вот столбы, посмотрите, все столбы, все столбы объявления. То есть, вот в городе у нас есть, там, отряд главы города, вот он чистит столбы, там, другие вещи, но все равно, вот эта работа, она, как бы, должна быть именно приоритетом у главы города. То есть, борьба за качество всего, за качество жизни вдвоем в городе. Ну, если мы говорим о том, что, например, Анатолий Петрович, там, либо я, говорим об этом, то почему кто-то ложит души, там, отбирает бизнес, для меня это дико.